МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Особое место среди казахских просветителей 19 века занимает поэт, философ, композитор, мыслитель и общественный деятель Абай-Кунанбаев. Именно об этом выдающемся человеке и его вкладе в развитие всего казахского народа мы сегодня и расскажем. Это программа «Наша история». В конце лета 1845 года в семье влиятельного бая Кунанбая Ускинбаева родился мальчик, чье имя впоследствии будет вписано золотыми буквами в историю казахского народа. Назвали его Ибрагим, но известен он стал под прозвищем, которое ему дала бабушка. Абай, что означает «внимательный». Получив начальное образование у Муллы, он продолжил обучение в медресе всеми по-латински. Именно тогда он стал проявлять интерес к гуманитарным наукам и особенно к русскому языку. Впрочем, ему не меньше были интересны истории и литература. Но у родителя будущего классика были свои планы на сына, поэтому он прерывает обучение Абая и делает его своим помощником. В результате Абай занимается тем, что разбирает различного рода межродовые жалобы. Значительное влияние на формирование личности Абая и его взглядов оказали политически ссыльные. Во многом благодаря им Абай проникся любовью и уважением к классикам русской литературы, произведения которых он впоследствии весьма успешно переводил на казахский язык. Работы Толстого, Салтыкова, Щедрина, Пушкина, Лермонтова стали доступны казахам именно благодаря таланту Абая Кунанбаева. Современные исследователи творчества Абая насчитывают более 50 периодов трудов российских мастеров пера, среди которых Лермонтовский «Вадим», «Кинжал», «Выхожу, один я на дорогу» и «Демон». Российские авторы также помогли Абаю познакомиться с классикой западноевропейской литературы. Уже переведенные на русский язык произведения Шиллера, Гёте, Байрона, Гейна и Мицкевича он смог переложить на казахский. Большой интерес представляли для Абая и выдающиеся личности Востока, такие как Фердауси, Низами, Физули, Ибн Синна и Алишер Наваи. Во многом благодаря Абаю жители казахской степи смогли оценить произведения классиков Среднего Востока, такие как национальный эпос иранских народов Шахнаме, популярный на Ближнем и Среднем Востоке трагическая история любви Лейли и Минджун и знаменитый азербайджанский эпос Кер-Оглы. Абай активно занимался общественной деятельностью, по большей части исполняя функции волосного управителя. В то же время он был ярым противником родовых междоусобиц и распри казахов. Он неустанно критиковал волосных управителей и аульных старшин. Абай, по сути, стал духовным лидером казахской интеллигенции, первые представители которой стали появляться в конце 18-го, начале 19-го веков. Так, например, лидеры Алла Шарды называли его основоположником возрождения казахской нации. Такая активная жизненная позиция доставляла Абаю немало проблем. Его часто преследовали. Историей известен случай, когда после доноса со стороны волосных властей Абай и его сыновья даже подверглись обыску. Семипалатинский полицмейстер изъял у него переписку с друзьями, которая, безусловно, имела значительную ценность. За свою творческую жизнь Абай занимался не только произведениями русских и иностранных авторов. Он сам написал большое количество произведений. Он создавал новые размеры и рифмы, обогащая таким образом стихосложения. Вводил новые, неиспользовавшиеся до него стихотворные формы, такие как восьмистишия и шестистишия. Более того, Абай Кунанбаев был еще и талантливым композитором, чьи мелодии имеют популярность и в современном мире. И все же главным произведением Абая Кунанбаева, ценность которого просто невозможно переоценить, являются, конечно же, слова назидания. В этом этико-философском труде он затрагивает проблемы истории, педагогики, морали и права казахов. Все те вопросы, которые по его стойкому убеждению мешали соплеменникам выйти из темноты веков. Вместе с тем, в словах назидания Абая просматривается нерушимая вера в светлое будущее своего народа. Величие Абая Кунанбаева, его вклад в развитие казахского народа отмечалось во времена Советского Союза. И сегодня заслуги Абая оцениваются на самом высоком уровне. Его именем названы города, районы, села, библиотеки, улицы и даже горные вершины. Памятники Абая установлены в Астане, Алматы, Семипалатинске, Усть-Каменогорске и других городах республики. Более того, монументы казахскому просветителю имеются в Стамбуле и Тегеране. Наиболее известным в последнее время считается памятник Абаю в Москве на чисто прудном бульваре. Сегодня мы рассказали тебе о выдающемся казахском просветителе и мыслителе Абая Кунанбаеве. Его имя навечно вписано в историю нашей страны золотыми буквами. Это была программа «Наша история». Будь с нами, и ты узнаешь еще много интересного не только о замечательных личностях, но и событиях, которые происходили на территории современного Казахстана в былые времена. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин